Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Как и всегда, прошу посвятить, уделить, как угодно, можно сказать, несколько минут вашего времени с утра, чтобы проанализировать статистику, фундамент, новостную сводку вчерашнего дня и посмотреть, как на нее реагировали традиционные финансовые инструменты, которые не оставляют сейчас равнодушным никого. Мы продолжаем, может быть, даже с еще большим вниманием следить за тем, что происходит с долларом, поскольку сейчас, что не неделя, то как минимум какой-то один мощный повод, от которого мы ждем, что доллар все-таки воспользуется его поддержкой и сможет показать мощное восходящее движение. И без этого восходящего движения мы, к сожалению, не сможем придерживаться прежних инвестиционных идей, потому что большая часть из них базируется, опять же, на том, что доллар должен показывать самый настоящий мужской характер и, соответственно, должен показывать прессинг на всех своих конкурентов, которые присутствуют на рынке. Ну и потом, если у нас формируются условия для роста доллара, значит, мы как минимум не ссылаемся на геополитическую напряженность, на природные кризмы, которые в последнее время вошли в такой привычный обиход нашей риторики и нашего обзора. Ну что уж тут, боже, действительно, сейчас осенний сезон начался довольно-таки неприятно для американской экономики из-за бушующей Атлантики, которая просто обрушивает на восточные побережья, буквально за ураганом. И пока после Ирма нам не довелось, опять же, переключить свое внимание на какое-то новое масштабное стихийное бедствие. Безусловно, хорошо, потому что мы изначально говорили, что только без отсутствия каких-либо рисков усиления геополитической напряженности, без отсутствия необходимости разбирать и анализировать последствия экономических ущерб, масштабы бедствия после стихийных, собственно, катаклизмов, мы можем фокусироваться на статистике. И, судя по всему, трейдеры до такой степени сейчас свыклись, опять же, с таким подходом к анализу и до такой степени уже уставшие ранее отыгрывать все вот эти форс-мажоры, сейчас с большим интересом обращают внимание на статистику и используют по максимуму ее поддержки. И хорошо, потому что эта статистика приводит к росту доллара. Мы видим то, что американская валюта находится сейчас выше отметки 110, не будем пока называть более высокое ценовое значение ориентир, хотя локальные котировки по паре доллара и японской иены чуть ли не на отметке 110.50. Американец закрепился в вашей планке, и это хороший сигнал, опять же, для дальнейших покупок, для нас, тех, кто, опять же, вовремя переключил свое внимание на то, что рынком будут править, опять же, ожидания повышения процентной ставки и более-менее сильные отсчеты. Доллары сегодня остаются в центре внимания, а поскольку на повестке у нас 15.30 статистика по инфляции, о ней мы, собственно, поговорим. Но сначала давайте коснемся того, что происходит с нефтью. Клоу с вчерашнего дня 55.11. Локальный хай был повыше по бренду 55.20. Сейчас мы видим планку 55 долларов за бар. Явно сейчас покупатели действительно не хотят передавать инициативу медведям, пользуются пока что локальной поддержкой фундамента, используют тот позитив, который обсуждается на рынке с начала этой недели. Я надеюсь, друзья, что вы четко разграничиваете для себя те факторы, которые приводят к локальному укреплению нефти, и те факторы, которые более, скажем, в объемлющем ключе, таким фундаментальным базисом находятся внизу сейчас. То есть это основа этого информационного новостного айсберга. И верхушка вас не особо интересует. Вы знаете и понимаете, почему котировки нефти могут в любой момент показать снижение. На серьезный ралли мы пока не рассчитываем, но то, что вот этот фундамент может постепенно корректировать тренировку нефти, как минимум в районе 50, есть еще эти ожидания. Что касается вчерашнего дня, локальный интерес к бренду, к WTI, был связан с публикацией докладов Международного энергетического агентства, а также выхода данных от Администрации энергетической информации по запасам нефти, углеводородов, нефтепродуктов, бензина, дистиллятов и так далее. Это все статистика ровно в рамках одних торговых суток. Все началось, собственно, с доклада от Администрации энергетической информации. Я напоминаю то, что в соответствии с теми цифрами, которые мы видели, мы получаем подтверждение того, что ураган Харви, а не Ирма, который бушвал на Мексиканском заливе, действительно привел к определенным негативным последствиям для нефтяного бизнеса. И эти негативные последствия, опять же, связаны с изменением показателей переработки нефти. Мы с вами настраивались на то, что запасы будут расти. И, в принципе, еще на прошлой неделе эта же статистика указала на то, что прирост по запасам нефти уже был очевидным. И этот прирост сместил наше внимание с тренда по снижению запасов. Но на прошлой неделе рынок особо не отреагировал на эти цифры. Почему? Потому что все находились в таком шоковом состоянии. Ведь буквально на повестке грядущих тогда выходных были вот эти обещанные всеми разрушительные последствия урагана Ирма. И мы на какой-то момент, скажем, в какой-то период времени тоже поддались этим настроениям. Но я думаю, что это правильно, это было бы логично. Если мы продолжили бы сохранять нейтралитет, либо абсолютную уверенность в том, что этот ураган, который уже был заявлен как самый разрушительный, чуть ли не за всю историю, опять же, этих стихийных бедствий для США, было бы неправильно, если бы мы на него не среагировали так, как среагировали. В общем, по запасам нефти, плюс 5,9 миллиона, между прочим, прогноз экспертов по оценке Global Plats предполагал то, что запасы могут вырасти еще сильнее, на 10 миллионов. До этого у нас была оценка американского института нефти, плюс 6 миллионов. При этом, друзья, хочу сразу сделать акцент на то, что переработка нефти снизилась примерно на 400 тысяч, это минимальный показатель за последние 4,5 года. И как раз снижение переработки нефти он априори и создал условия, по которым растут запасы нефти. Но если нет аппетита на нефтянку, конечно же, приходится складировать, аккумулировать в хранилищах. Соответственно, если мы еще вспомним про показатели простоя, ключевых производственных мощностей, то легко можем сразу же прийти к следующему выводу о том, что если нефтянка не потребляется, значит, не растут запасы нефти. Такие продукты, такие как бензины. А если не растет, собственно, выработка, значит, с большим аппетитом выдаются те, что показатели тот объем, который уже есть на рынке за счет такого же внутреннего спроса. И мы, когда говорили про последствия урагана Харви, знали то, что и готовились к росту запасов нефти и к параллельному снижению запасов бензина. И были правы, потому что в довершении статистики по запасам нефти у нас отчет по сокращению запасов бензина на 8,4 миллиона. Это исторический рекордно низкий показатель еженедельного оспада, который был зафиксирован за какое-либо время, за время накопления статистики. Вы про это тоже не забывайте. Конечно же, трейдеры не могли не отреагировать на этот отчет, на эти данные. Увидели мы локальные интересы к нефтянке. Ну и считается то, что еще больше вклад в эту позитивную динамику внес доклад Международного энергетического агентства, которые сделали вывод о том, что сам рынок восстанавливает конъюнктуру, баланс спроса и предложений, и постепенно сокращает избыток. Это сокращение избытка происходит за счет очень высоких показателей спроса со стороны мировой экономики и снижения объемов добычи ключевыми производителями. Но здесь, друзья, я даже вот по цифрам, по докладу Международного энергетического агентства переизбыток нефти в прошлом месяце снизился на 720 тысяч, до 97, точнее, мировое предложение. Я сразу хочу сказать, не особо делайте уж большую ставку на этот доклад, поскольку даже само Международное энергетическое агентство сообщило о том, что основная причина это беспорядки, сокращение предложения беспорядки в Ливии, о которых мы также говорили, и снижение объемов добычи, в том числе и в Мексиканском заливе в Штаты, по причине врага. То есть здесь сразу же должен в догонку следовать вывод о том, что это тот фундамент, который имел временное проявление, это не какие-то внутренние тренды, новые тренды, сложившиеся на рынке, в глобальном рынке черного золота. Поэтому ситуация стабилизируется уже буквально в октябре, и мы с вами вернемся к тем же самым причинам, которые до этого выступали основными предпосылками для роста перепроизводства и перенасыщения всего рынка нефти. Поэтому актуальными остаются продажи. Я надеюсь, что вы сохраняете также короткие позиции, как я рекомендую. Это мое субъективное мнение, мой субъективный взгляд. Но я полагаю, что тот фундамент, который мы с вами анализируем, он все-таки дает возможность торговать именно в таком направлении. Рубль постепенно движется к 58, и это при том, что растет нефть. Я думаю, что если нефтянка до конца этой недели сегодня, завтра, к примеру, все-таки прольется на процент другой, это вполне возможно, хотя может быть даже чрезмерные ожидания, рынок и без того весьма влатили. Рубль может легко закрыть эту неделю, даже выше отметки 58. Ориентируемся сейчас на этот уровень, как минимум, ну и ждем, конечно же, еще более мощной девальвации российского валютного актива. Также мы параллельно после нефтянки в последнее время переходим на фонду, говорим про американский фондовый рынок. Это, опять же, просьба постоянных слушателей нашего канала. Я, безусловно, как и обещал, такие пожелания не оставляю без ответа. Собственно, предлагал вам высказаться о том, какой инструмент стоит добавить в наш ежедневный обзор. Большое спасибо тем, кто это сделал. И вот стараюсь периодически разбавлять наш с вами прогнозы и анализом ситуации по фундаменту на рынке криптовалют. И делаю вам большую ставку сейчас на индекс S&P. В частности, из последних новостей, друзья, что можно отметить? Ну, не хочу сейчас снова вдаваться в подробности, на самом деле. Тот же самый фундамент, который двигал американская фондовая секция и последние торговые сессии, если интересует. Ну, это, в принципе, тоже самое. Это склонность инвесторов к риску, поскольку снизился, опять же, снизился негативный фонд. По поводу эскалации напряженности вокруг Северной Кореи мы больше не обсуждаем негативные впечатления последствия ураганов. И, наконец-таки, получили неплохой импульс для роста этой секции в виде, собственно, предположений о возможной реализации налоговой реформы. Я вот сейчас про это чуть подробнее поговорю. Ну, что в отношении американского фондового рынка хочется отметить. Не мог я, опять же, оставить без вашего внимания комментарий основателя хедж-фонда Омега Леона Купермана, который долгое время... Вот первый раз, когда я обратил внимание на деятельность этого хедж-фонда, это было еще несколько лет назад, на фоне роста американского фондового рынка. Опять же, Куперман делал очень большую ставку на то, что ралли, оно будет продолжено, и американский фондовый рынок, в частности, S&P, как ключевая бенчмарка, легко сможет добраться там до уровня 2300-2400. Сейчас мы видим то, что эти прогнозы были абсолютно оправданы, потому что текущие котировки по S&P находятся гораздо выше. В частности, чтобы быть совсем точным, 2491 пункт, и новый исторический максимум вот уже грядет. И на протяжении всех вот этих лет Куперман, в принципе, давал только одни рекомендации, которые предполагали покупку американского фондового рынка. Сейчас его анализ просто радиально изменился, и главная рекомендация это продавать американский фондовый рынок, поскольку грядет серьезная коррекция от 5 до 8 процентов. Эта коррекция может начаться не то чтобы в любой день, в любую секунду. И спровоцировать ее может и снова новый виток эскалации напряженности Северной Кореи, и новые проблемы с реформами Трампа, либо какие-то, опять же, неправильные рыночные выводы о том, что будет с монетарной политикой США. То есть сейчас ни один из этих новостных факторов недооценивать не нужно. Лучше даже изначально, может быть, переоценить их и смениться с тем фактом, что на рынке нефти, точнее на рынке американских акций, уже давно навислись такие мощные, плотные черные тучи, которые могут, собственно, привести к резкому ухудшению настроений и стать причиной вот этой самой коррекции. Не доверять Куперману, ну, конечно же, можно. Это, возможно, предположение. Нет четких свидетельств того, почему мы должны довериться этой позиции. Но, опять же, отмечу то, что Куперман является основателем хедж-фонда с капитализацией почти в 4 миллиарда долларов. И за последние годы он только лишь зарабатывает деньги своим клиентам. Учитывая такой пул ответственности, скажем, финансовый, я думаю, что, может быть, это человек, который видит больше, опять же, рисков для американского фондового рынка, нежели видим мы. Ну, хотя мы тоже ведь не особо сейчас торопимся с покупками. Я уже много недель назад рекомендовал присматриваться к этому рынку с точки зрения продаж и, в принципе, считаю, что уже можно занимать короткие позиции, даже не дожидаясь, когда на рынке появится этот негативный фонд. Доллар японская иена. Долгое время мы видели, как пара обхаживала отметку 110, нуждалась в каком-то дополнительном топливе. Трейдеры вчера фокусировались на обсуждении, на новостных сходках по очередной резолюции в отношении Северной Кореи по введению новых рестрикций, финансо-экономических санкций. Это очень железобетонное решение. Я думаю, что, может быть, для спекулянтов, таких как мы с вами, этот фонд не так уж интересен, но я хочу все-таки обратить ваше внимание на него, тем более, что вчера были довольно интересны, опять же, высказывания Министерства финансов США в адрес Кита. Потому что, если они не продолжат осуществлять прежние торгово-партнерские связи, их отношения, деятельность, если они не останутся соблюдать вот эти, собственно, ограничения, которые были приняты в формате резолюции ООН, то Штаты могут подключить Китай от системы торговых расчетов, долларовых расчетов по SWIFT. Ну, это вполне реально, тем более, что заявления были сделаны на самом верхнем эшелоне власти. Это еще раз доказывает тот факт, что Соединенные Штаты Америки явно точат зуб на Северную Корею и не позволит, опять же, этому региону ввязывать себя в какие-то провокаторские действия и, опять же, лоббировать эту воинственную позицию, которую мы слышали ранее. То есть, Штаты готовы давать ответы, в том числе, посредством вот этих экономических инструментов. Самое главное, друзья, на что нужно сделать акцент сейчас. Вы наверняка заметили то, что пара доллар-японская иена вчера, после довольно продолжительной консолидации на отметке 110, все-таки нашла повод, почему можно было показать еще мощный ралли. Кто-то связывает этот стремительный рост до отметки 110, 50, даже выше, а с выходом сильного отчета по индексу ценопроизводителей тоже хочу отметить, что действительно статистика, позитив там был очевидный, это чуть ли не самый лучший показатель за последний квартал, а индекс ценопроизводителей у нас опережающий индикатор для инфляции, то есть, который мы с вами будем анализировать сегодня. И логично тоже предположить, что вслед за ростом индекса цен производителей, то есть, производственная инфляция, вырастет и потребительская. Если мы сегодня увидим рост и основного индикатора инфляции по прогнозам, именно это нас и ожидает, в частности, даже выписал себе прогнозы, так секундочку, до 1,7% с прошлого 1,6%, это не пройдет незаметно для доллара, поскольку рост инфляции тут же сделает возможным декабрьское повышение процентной ставки, трейдеры будут спекулировать на этом и продолжат покупать доллар. Но самое важное, что сейчас стоит еще пообсуждать и на чем можно еще подрасти по американцу, так это на вчерашних комментариях председателя, опять же, палаты представителей бюджета Кевина Брейти, который сообщил о том, что Трамп готов предложить налоговую реформу уже на следующей неделе. Это не ошибка, друзья, я проверил источник информации, действительно, были такие комментарии, и еще сам Трамп, я, правда, первоначально не обратил внимания на вчерашнее его заявление о том, что после ураганов необходимость в этих реформах еще сильнее возросла. Но, судя по, опять же, дополнительному подтверждению, которое имело место быть, действительно, и есть надежда, что план реформы, а может быть даже и какая-то уже его окончательная редакция, будут представлены на обсуждение для трейдеров уже на следующей неделе. Согласитесь, это интересный фон, трудно переоценить его вливание, учитывая то, что мы сразу делали ставку на реформы Трампа и, соответственно, на показатель инфляции, как то, что может поднять ставки в декабре. Это тот самый мощный фон, который должен обеспечить рост доллара. И я надеюсь, что рост американской валюты, который уже начался с начала этой недели, это как раз уже изначальная подготовка к новой траектории роста, которую мы будем дальше наблюдать. Фунт против доллара. Сегодня очень важный день для британской валюты. Мы с вами буквально с начала этой недели следим за фундаментом. Мы сначала делали большую ставку на показатель инфляции, пытались там найти причину резкого обвала фунта. Собственно, данные по инфляции в авторе нас не вдохновили, не позволили нам заработать, потому что вместо того, чтобы обвалиться даже на фоне роста индекса потребительских цен до 2,9%, фунт вырос и оказался выше отметки 1,33. Но вчера ситуация изменилась, поскольку вышли данные по заработным платам, и эта статистика указала на то, что заработные платы на фоне роста инфляции продолжают снижаться. Я думаю, друзья, вы сразу же сделали правильный вывод после публикации этих отчетов, этой статистики, и эти выводы позволили вам, если вы ранее не торговали, занять короткую позицию и уже неплохо заработать на фунте. Британец с отметки выше, чем 1,33, с небольшим, провалился до уровня 1,32, сейчас находится на отметке 1,32 практически 20. Может быть, опять же, в фон сегодняшнего дня, именно заседание Банка Англии, решение по выкупу активов, процентной ставки, собственное протоколы последнего заседания, это тот фундамент, который сделает акцент на неготовность регулятора повышать процентные ставки. Поскольку, как я уже отмечал, неоднократно заявлял, на фоне отрицательного роста заработных плат, с учетом столь высоких показателей по инфляции, Банк Англии вряд ли пойдет на сознательное повышение стоимости заимствований и уровня обслуживания долга домохозяйств. Это будет абсолютно неправильно. Поэтому Банк Англии продолжает действовать в условиях крайне низкого экономического роста, в условиях политической неопределенности и теперь уже в условиях зашкаливающей инфляции, которая, скорее всего, в следующем месяце уйдет даже за пределы 3% инфляции, которая опережает динамику роста заработных плат и оказывает влияние на потребительскую активность, она оснижается. Поэтому статистика нам способствует, опять же, в пользу того, чтобы мы держали короткие позиции и верили в то, что пара фунт-доллар сможет оказаться очень скоро, чуть ли не в ближайшие дни, снова в районе поддержки 1,30. В понедельник, на следующей неделе стартует уже пятый, по-моему, этап переговоров по Брекзиту, тоже будет держать вас в курсе. Будем следить, ну и традиционно ищем негатив и в этом фундаменте. По австралийцам еще хотел сказать. Сегодня утром вышли данные по рынку труда, уровень занятости 54,2, с прошлого показателя 29 тысяч, то есть лучше, чем ожидалось. Все время безработицы 5,6%. Эта статистика локально привела к росту австралийца, но был еще и компенсирующий фон в виде очень слабых данных по Китаю. Хроничные продажи снизились до 10,1% с прошлого 10,4%. И что страшнее еще, промышленное производство, друзья, просело на 0,4%, до 6%. Я думаю, что при такой статистике Китаю нужно будет побороться, чтобы вообще удержаться за экономический рост в 6%. Поскольку Австралия это стратегический партнер для Китая, и наоборот, собственно, Австралия и Новозеландия активно реагируют на статистику, которая двигается по Поднебесной, мы видим сейчас прессинг как на австралийцам, так и на новозеландцам. Ну и помимо этого, вы помните еще о причинах, связанных с национальными монетарными политиками, почему и австралийцам, и новозеландцам нужно продавать и дальше. Биткоин у нас продолжает снижаться, 3800 с небольшим мы сейчас видим долларов за одну единицу криптовалюты дают, но негативный тренд, видимо, сохранится и дальше, потому что мы с вами уже определились, что для того, чтобы у биткоина появились предпосылки для роста, нужно, чтобы как минимум сопоставимый позитивный фундамент появился на рынке, который смог покомпенсировать негативный фонд, связанный с ограничительными мерами Китая, которые наложили тотальный запрет на все операции ICO и все операции, которые осуществляются в биткоинах, эфирах и самых популярных криптовалютах, загоняются, собственно, под эти публичные размещения токенов. Пока что этого фундамента нет позитивного, значит, есть все возможности спекулировать на понижение дальше и ждать 3500. Друзья, из важных отчетов сегодня в 14.00 ждем целый блок данных, информационный фонд, мощный, насыщенный для британца. Сегодня спекулируем фунтом, ставим на его ослабление и параллельно ждем еще рост доллара, поскольку настраиваемся на то, что индекс потребительских цен, уровень инфляции, показатель CPI за прошлый месяц в Штатах вырос. У нас есть об этом сигнал со стороны индекса цен производителей. Ралли восходящая доллара может быть продолжена, если, конечно же, не обойдется без сюрпризов. На этом, собственно, все. Огромное всем спасибо за внимание. Не забывайте оставлять ваши вопросы, комментарии на канале на YouTube, ну и также не забывайте ставить лайки, за которые всем, кто их ставит. Огромное спасибо. Всего доброго. До свидания.